так вот 10 подходов подтянул чисто на бицепс хорошая штука такая увесистая здравствуй друг добро пожаловать в мою коробку я думаю ты мог ожидать все кроме вот этого сегодня у меня на обзоре не то чтобы бокс мод у меня на обзоре бокс модище от ребят с компанией айджой это limitless люкс дуал 26650 бокс мод вот такой у него название короче люкс на 26650 на вот таких вот аккум чиках я бы сказал вот так не очень больших не очень маленьких данный девайс на обзор мне прислал тот же самый человек который присылал мне бачочек где он у меня где-то вот здесь вот стоит вот он я его еще подпариваю периодически саптанки естественно вот он вот он не на айджаст намотан скажем вот так короче говоря илья занимается все тем же что он продолжает выискивать какие-то старые древние устройства с каких-то складов с коробок которые где-то на складе завалились куда-то там в угол потом их нашли теперь на них смотрят и не знают что с ними делать у него есть телега в котором проходят аукционы где люди на как на условии аукциона могут себе выхватить какую-нибудь вот такую штуковину ну и собственно говоря он и выхватил где-то абсолютно новые вот эти вот бокс моды я даже не знаю какого он нахрен года выпуска это наверное какая-то была эра если сейчас у нас эра потребления то тогда это была какая-то эра гигантизма в то время когда выходили рыксы на 4 аккумулятора когда и джои выпускали на 4 аккумулятора когда были вот эти вот налипольки огромные квадратные бокс моды хаммеров год вот этот вот счет чудовище страшных размеров это вот та вот эра супер больших мощных устройств скажем вот так в общем суть до дела лево-право давай все это дело покажу тебе в ближнем рассмотрении а дальше мы уже поговорим короче прямо сейчас я покажу тебе вот это вот девайсище какой он мандец тяжелый поближе вот в такой коробочке от любителей сводить олдскулы от илюхи ко мне пришел limitless люкс дуал 26 650 бокс мод жирной кабаняка такая вот огромная хрен на тень внутри коробочке лежит само устройствище два переходника для аккумуляторов 18 650 типа слив 18 650 такие вот 20 ну это прям стопки такие маленькие стопочки хорошие да парочка наклеечек от limitless инструкции по эксплуатации карта оригинальности все шибко интересно кобелечек для зарядки по конечно же микро юсби чудо чудесное волшебство волшебное ну конечно же девайс очень старый поэтому разговоров никаких про тайп си нету да и в принципе как бы тут разговор про микро юсби то довольно странный дальше все покажу ну и сам девайс еще просто гигантский то есть вот я его держу в руке вот настолько он выпирает сверху просто огромная е-бул день идем как всегда сверху и по порядку наверху у нас есть просто бесящий меня бесконечно коннектор 510 не только сам коннектор он то обычный то есть типа это стальной коннектор там внутри нас подпружиненный латунный пин это все ясно и понятно бесит меня больше всего вот эта вот верхняя выступающая часть очень сильно раздражает почему так происходит потом объясню чуть-чуть попозже также у нас есть конечно же экранчик кнопки управления влево вправо и под ними у нас спряталась кнопка fire который в принципе активирует данный бокс мод по форм-фактору устройства это самый идеальный форм-фактор для бокс модов это я могу тебе сказать по вот этому вот устройству кстати вот в сравнении посмотри на весь кошмар происходящего на толщину на высоту устройств и так далее как будто бы одного поле ягоды но нет типа тут у нас крошечка на 18650 очень аккуратненький а здесь 26650 и этот девайс из того времени когда использовались сливы то есть не все сливы которые растут на дереве а вот такие вот сливы то есть это вот просто оболочка которая у нас вот так вот надевается защелкивается сверху естественно по краске жанра она должна болтаться вот здесь вот наверху то есть если вот так сделать слышно прекрасно как у нас болтается этот слив тут ребята делали всякое разное вот сюда подкладывали всякие штуки наклеивали на сам слив дополнительные слои изоленты для того чтобы он гораздо более плотно вставал в свои места и чтобы вот здесь наверху не шатался не болтался короче сливы являют нам два аккумулятора 2650 ты абсолютно прав они идут в комплекте то есть вот они 26650 запечатанные с двух сторон не знаю рабочие они или нет это мы естественно все проверим сам по себе бокс мод то он ни хрена не весит то есть у него верхушка вот эта вот металлическая какой-то вот видишь типа на руку положить вот типа она прям туда вот перевешивает он падает типа он не очень тяжелый сам по себе девайс то есть типа вполне себе нормального веса но когда в него попадают две вот этих вот бочки вес становится гораздо более ощутимый если просто проводить самое обычное сравнение то есть высота абсолютно идентичные аккумуляторов но типа надпись 26 это его диаметр то есть у нас есть 18 миллиметров и 26 миллиметров формат был довольно странный были одна аккумуляторные бокс моды выходил даже пика 26650 который был на одном аккумуляторе 18650 как бы ну типа они тоже были имели свое место быть это тоже в свое время была определенная автономность потому что у нас было как бы но тут не было 40 ампер только отдачи дай бог было 30 35 что-нибудь типа того а то ну скорее всего 30 до но емкость была огромная 4200 то есть он прям был очень емкий объемный аккумулятор для любителей автономности а тут даже два аккумулятора хоть они устанавливаются у нас здесь впослед что они идут как бы больше на мощность не на автономность но в то же время как бы автономностью устройство было очень очень хорошая надо все это дело конечно же распечатать даже интересно за все эти годы осталась ли какая-то емкость в этих аккумуляторах тут вот у вас выступает такая вот ржавчина внутри скажем так ну сейчас проверим работает не работает как бы всегда можно заменить на аккумуляторы 18650 хотя в этом нет абсолютно никакого смысла использовать такую здоровенную бандуру с крошечными аккумуляторами один устанавливаем аккумулятор плюсом вниз другой аккумулятор плюсом вверх да оно живо оно работает еще даже смотри практически полная зарядка по аккумулятору кстати по поводу зарядки почему я сказал тебе то что это бесполезная практически история этот девайс мог заряжаться разъем для зарядки по micro usb он здесь у нас наверху но как мы видим он у нас прячется в корпус то есть если мы корпус вот так вот собираем вместе он у нас прячется то есть для того чтобы заряжать это устройство тебе нужно было его вытаскивать вставлять сюда кабель вот в таком вот виде он лежал заряжался заряжаться он будет у тебя вечность с вот этими вот аккумуляторами и с теми токами зарядки которые в то время были то есть возможно тут один ампер и заряжаться он будет ночь а может быть даже сутки поэтому внешняя зарядка двухамперная нормально будет заряжать эти аккумуляторы давай разберемся по меню что там как там все как бы максимально просто как мне лучше расположить то что тебе видно было просто смотри в чем фишка на самом экране сразу же покажу что у нас здесь есть у нас здесь показывает 5 ватт мы все это можем переключать по 0 1 ватт естественно это старое устройство и тут нет разговора не про какие там 1 ватт только 0 1 но если мы переходим порог в 100 ватт да господи мы его перейдем сегодня этот порог в 100 ватт или нет удерживаем быстро мотает да вот типа 100 ватт когда начинается он переключает здесь уже по 1 ватту понятное дело надо было делать это с самого начала но про это раньше никто не задумывался и в принципе не думал сопротивление атомайзера вольты режим норм в котором он сейчас находится и также заряд аккумулятора в анимации конечно же здесь мы не будем придираться не по поводу чего потому что устройство довольно старое и про какие-то там проценты зарядки говорить мы не будем раз два три троекратным нажатием мы заходим в меню здесь мы можем переключаться между пунктами меню управление максимально дурацкое потому что нажимаешь ты как бы в эту сторону стрелочка едет в другую сторону нажимаешь ты в эту сторону стрелочка опять едет не в ту сторону в которую тебе надо короче сверху это у нас температурные контроли никель титан нержавейка никель титан сс скажем нержавейка внизу это наш любимый режим power присутствует и вот этот вот кубик с стрелочками на нем нарисованы это переворот экрана то есть мы нажимаем и можно было экран использовать вот таким образом то есть так как бы вроде бы удобней и понятней раз два три переходим в меню здесь нажимаем на стрелочку и все встает на свое место то есть когда я нажимаю в эту сторону стрелка движется сюда когда я нажимаю в эту сторону стрелка движется обратно то есть здесь уже теперь логичное исправление при перевороте этого экрана то есть когда экран переворачивается назначение кнопок не меняется Они как были, так и остались кнопками плюс и минус И двигаться они будут в том положении, в котором они запрограммированы Когда мы экран переворачиваем вот так к себе А это гораздо более удобное расположение Потому что когда у тебя здесь накручена дрипка Вот в таком вот варианте выглядывать из-за этой дрипки Экран вот так вот смотреть довольно неудобно Поэтому ты его просто поворачиваешь Здесь у тебя атомайзер И вот здесь вот сверху просто все видно Вот такое оно логичное расположение Короче, следующий пункт это у нас переворот экрана И следующий пункт с вот этими вот палочками Это режим пользователя То есть здесь может быть режим норм, хард и софт классический И есть режим отдельно юзер Это так называемый режим кривых То есть здесь мы можем выставлять мощность Какую секунду, насколько он у тебя там Типа первая, вторая, третья секунда Парение и так далее Какую мощность будет выставлять Это сделано было для того Например, у тебя стоит какая-то супер жирная спираль И ей вначале нужен хороший толчок То есть в первом пункте ты выставляешь Например, у тебя он начинает жарить со 100 ватт Скажем так, потом переключается на 90, на 80 То есть изначально чуть больше жарь его дает твоей спирали Чтобы она быстрее разгорелась Потом мощность понижается, когда спираль уже разогрелась И идет уже нормальная, комфортная Я раньше таким делом тоже пользовался Довольно неплохо это все работало Но опять же потом я вернулся просто раз, два, три В замечательный вариват Как бы режим нормал с прямой вот этой штуковиной Потому что режим хард он идет сверху вниз Режим нормал прямая И режим софт снизу вверх начинает все разжигать То есть сначала дает меньше мощности И потом ее просто выравнивает Вот такой вот девайси чег из прошлого И по поводу, конечно же, вот этой вот херни Сама посадка здесь наверху То есть вот тут вот по краю То, что нам дает сам девайс Что-то порядка 24 миллиметров Я уже точно не помню Это мы можем все дело, конечно же, замерить Проверить и так далее и тому подобное Даже не 24, что ли, меньше она 22 наверху коннектор Вот этот вот дурацкий, сука, выпирающий 22 миллиметра Было бы хотя бы 24 Было бы не так неприятно больно, скажем так То есть здесь максимальная посадка 30 миллиметров Есть у меня клон старой дрипки Temple Он у меня на 30 миллиметров И как мы видим, он абсолютно нигде Не по одному краю не выпирает Но левитация, как говорится, мое почтение Вот этот вот весь торчащий дебильный, сука, коннектор Торчит просто в разнейшие стороны То есть просто вот там трамвай проедет Под этой вот левитацией Ну и вот по поводу экрана То, что я тебе говорил Всегда удобно на него смотреть вот так Чем ты будешь вот так вот из-за дрипки Как-то его постоянно там выглядывать С той и с другой стороны Вот так вот на себя перевернул И все видно, и кнопки управления влево, вправо, и все Короче говоря, как-то вот так вот В приближенном рассмотрении Выглядел ужаснейший девайс от компании iJoy Это у нас был Limitless Luxe Dual 26650 Box Mode Я надеюсь, ты все как следует рассмотрел Я тебе все как следует показал Сейчас я перейду к тому, что буду рассказывать Своё личное мнение за время пользования Данным устройством в очередной раз Ну и конечно же, дорогой мой друг Прислушиваться к моему мнению или нет Это абсолютно твое дело Так что давай Раздавать лойсы Я не упущу такой возможности Все-таки немножко лойсов подраздать Ну и так как бы более упорядочный будет обзор А то будет как в обзоре на этот На Саптанк То, что у меня там понесло туда Понесло сюда То вспомнил, это рассказал Это не вспомнил, то забыл И так далее Тут как-то будет все более-менее скомпоновано Но перед этим я хотел бы поблагодарить Гиганта вейп индустрии Ребята с компанией Вупу Это производители Бокс-модов Подмодов Подов Всякого разного железа Для вейпинга Которым пользуются Десятки тысяч людей По всему миру Ну и конечно же Сайт GoSmoke Это сайт долгожитель Который работает с 2016 года Так же как и я Еще у ребят на сайте Мы активировали промокод КРБК Который дает тебе небольшой бонус Огромное вам ребят спасибо За поддержку моего канала Первый это у нас будет не лойс Первый это будет цветовые решения Нашего устройства Да у него были разные цвета В трех цветах Была выполнена скорлупа То есть вот эта вот Нижняя часть У нас могла быть разных цветов Обращаю внимание Тут супер шакальное качество Я еще улучшил его Если что При помощи нейросетей Там вообще было просто Десять шакалов в десятой степени Короче три цвета Их здесь можно разобрать Один цвет у нас был Такой вот классический черный Другой был типа Аля под дерево Это тогда было модно И один был цвет Типа аля Вот это вот Лопнувшаяся Лопнувшаяся Полопанная Потресканная пустыня То есть он был такой Типа черного цвета Из которого выступали Такие вот трещины Кш То есть у нас были Три разных скорлупы Которые шли у нас отдельно Я не помню честно Не могу тебе Не могу соврать Но не буду Типа по моему Бокс модов В сборе В таком цвете не было То есть они всегда Вроде бы Сука вот навру же сейчас Были черными Насколько я помню Вот насколько мне память позволяет Они были черного цвета А вот эти вот скорлупки Которые надевались у нас сюда Они были вот именно разноцветные И они продавались отдельно Насколько опять же я помню Ну поехали по лосцам Первый лосец у нас идет За посадку До 30 миллиметров Естественно посадка Соответствует самому девайсу Огромный девайс еще Со здоровенной посадкой До 30 миллиметров Всякие баки Что-нибудь Типа каких-нибудь Как он назывался-то Жирный такой бак Здоровенный Сука Секунду назад Вот помнил И опять забыл Надо это все дело тоже Миша записывать Вот 30 миллиметров Для бака Такого-то Такого-то Типа из разной Дрипки Вальхало Бак Аромамайзер Господи Аромамайзер На 30 миллиметров Который был тогда Огромный Вот под него Типа замечательно Это все залетало Но Естественно С одним огромным но Была просто не левитация А левитация Ща-ся Огромная Никогда не тарифа Тарифище Это вот просто Огромная левитация Под которой Я не знаю Поезд проедет Безобразно Выпирающий Коннектор Здесь понятно дело Бачок на 24 миллиметра Да Видно что он левитирует Но типа Не так страшно По крайней мере Выглядит Когда накручиваешь сюда Что-то большего размера И тогда просвет Видно прям Невооруженным взглядом Посадка такая Присутствовала Но коннектор Был просто Омерзительный Вот эта вот Площадка ужасная Второй лосец Это удобство Использования Это самый лучший Формат для бокс-модов Именно вот этот вот Закругленный Для двух Аккумуляторных бокс-модов Для вот таких вот Типа Одноаккумуляторных Бокс-модов СБС-модов Да всякие разные Были бокс-моды Которые были выполнены Вот в таком вот формате Это самый просто Удобный формат Исключая наверное Только вот этот вот момент На три аккумулятора Потому что вот это Тоже суперудобно Лежит в руке Благодаря вот этим Вот скругленным граням Как черенок Просто от лопаты Он в руку тебе ложится Очень удобно Но несмотря на свой размер Он очень удобный Правда И еще и вес его Вес я себе Специально записал Я взвешивал его С вот этим вот бачком 410 грамм То есть это прям такая Херотень здоровая Подобного веса Наверное могут сравниться Только какие-нибудь Я не знаю Мехмоды От рок-вейпов У них был мехмод Такой Ребел Если помнишь Если я не перепутал название Ребел Или Ребел Он назывался Из толстенной Толстенной Латуни Просто здоровенный Мехмод На аккумуляторе 21700 С комплектной Дрипкой Тоже здоровенной Вот он весил Где-то приблизительно Столько же Грамм 400 Это что-то за гранью Добра и зла То есть стандартная Связка вот такая Она где-то грамм 200 200 210 220 грамм Где-то вот так Чуть больше Чуть меньше 30 грамм Туда-сюда Здесь уже Как бы все Вот я их в руках Вот держу И вот типа тут Такой вот вес Ну допустим И тут просто охренеть Какая херовина В руках лежит Просто здоровенное чудище Но опять же он удобный То есть его можно было Без проблем Под большой палец использовать Под указательный палец Это у меня как бы ручка Еще маленькая Он смотрится в руках Гигантским Так же как мой писюн Ахахахаха Очень смешно Если у тебя какие-то Относительно мужицкие Здоровенные руки Тебе будет вполне нормально Он лежать в руке Просто у меня практически Еле-еле достают Вот как бы Средний палец Устает 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 уже доставать До большого пальца То есть настолько он здоровый Но удобный Это бесспорно Он очень удобно лежит в руке Третий лосец за экран Опять же большой Хорошо читаемый Яркий Все на нем замечательно Видно Конечно же расстраивает Момент то что здесь Дурацкое переключение По 0.1 ватт Но опять же как бы И хрен с ним Есть оно и есть Один раз его выставил На нужную мощность И все Ничего не сломаешься Четвертый лосец Это у нас зарядка То есть типа она здесь Присутствует Я должен это отметить По факту То что типа у нас здесь Присутствует разъем Для зарядки По Микро-USB Не знаю достанет у меня Провод здесь или нет Свой Микро-USB Он не такой здоровый При установке сюда Зарядочного кабеля Он у нас показывает Что аккумуляторы Полностью заряженные Сразу Да он так показывает То что он заряжается То есть типа здесь Малюсенькая Я не знаю Увидишь ты или нет Малюсенькая-малюсенькая Анимация То что устройство Заряжается Ну как бы и ладно Хрен с ним заряжается И заряжается Счастье ему И здоровье Это абсолютно Бесполезная зарядка Она вот Исключительно Такая вот Экстренная Чтоб ты немножко 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 Совсем чуть-чуть Мог продлить Жизнь своему устройству Ну типа она здесь есть И ладно Как бы пускай будет Пятый лосец Наше устройство Я даже ради этого Бачок отсюда откручу Наше устройство Поднимает Ниже 0.1 Ома За единственным Моментиком Мы накручиваем Сюда Дрипку Которая Унижает Очень сильно Всякие разные Бокс-моды На которые я ее Накручиваю Это дрипка Конечно же Хэдшот С сопротивлением 0.05 Но наш девайс Показывает здесь 0.07 Он немножко Подверяет По сопротивлению Может подверать Где-то на 0.1 0 Не 0.1 0.01 0.02 Ома То есть Когда я наматываю Сюда к примеру Сопротивление 0.15 Он показывает мне 0.16 Пару затяжек Сделал Он показывает 0.17 Что-нибудь типа Не 0.17 Да Ну типа 0.17 Не 0.0 Блять Не 0.0 А типа 0.17 Да Мы выставляем Здесь максимум Того то Что он из себя Может выдавить Плата врет Просто мандец Прям врушка Переврушка Выставляем 215 ватт Максимальных Которые он может Из себя выдавить Нажимаем Кнопочку Fire И он начинает Что-то там Жарить Что-то Разжигает Что-то там Со всех сил Пытается Что-то как-то Еле-еле Выдавливает И все И сейчас уже Будет отсечка И опять Он что-то Давит Давит Выдавливает Ну короче Все Мандец Все сильно Горячее уже Становится Короче Он не жарит На свои 215 ватт Конечно же При таком Низком сопротивлении Это не ДНА Дай бог При сопротивлении 0.05 Он выдает Ну максимум Ватт 80 Еле-еле При вот таком Типа на глаз Я могу это примерно Определить Что когда вот так Вот еле-еле Совсем разгорается 0.05 Это типа Ватт 80 Но Это все-таки Немаловажный момент Он может работать Как прожигалка При прожиге Нам не нужны Такие большие мощности То есть типа При 0.05 Ты можешь начать Прожигать Вообще 40 ватт Потом максимум Приблизиться Там ватт К 80 К 90 И больше тебе не нужно То есть как прожигалка Он будет работать Но честности От него ждать Не стоит Абсолютно Никакой Тут просто Плата Врака У собака Просто Давай уже перематывайся Подлюка Ты такая 0.1 0.1 Этот чудесный 0.1 Он то сука Быстро мотает То вот по одной Это и приходится Перекладывать Это все Короче ниже 0.1 Ома поднимает За что им большое спасибо Может работать Как прожигалка За что получает Свой заслуженный Лойс Даже за то Что поднимает 0.05 Вот так Причем На 60 ваттах Я не знаю Как будут выходить Обзоры Скорее всего Этот будет выходить Позже Этого Короче На вот этом вот девайсе Типа это Aegis Легенд Третьей версии Я парил данный бачок На 60 ваттах Вот здесь По парению Ну как то Приблизительно Так же По сути дела Здесь можно Раз два три Зайти в меню И вместо Вместо режима Норм Поставить режим Хард Например И тогда Вначале Он будет давать Чуть больше мощности И за счет этого У тебя спираль Разгорается Вначале Чуть сильнее И потом Она выходит Вот эту На свою стандартную Мощность Где-то 60 Но опять же Я привык Все это юзать В режиме норм Ну типа Плата чуть подверяет Можно чуть Поддобавить мощности Там типа Сделаем скидку На возраст Скажем вот так Если это происходит В современных устройствах Естественно Можно мандецкак Возмущаться Если я хочу 60 ватт Я хочу получать 60 ватт Здесь все-таки Как бы Давайте пожалеем Старика Типа Можно вместо 60 Там поставить Например 65 И будет примерно Твои там 60 ватт Типа того Как-то вот так Шестой лосец Абсолютно бесполезный Но это также Можно использовать То есть типа Здесь разноформатные Аккумуляторы То есть в комплекте С самим устройством На секундочку Идут два аккумулятора 26 26 26 26 650 Скороговорка Сука Два огромных Аккумулятора 26 650 Но также В комплекте У нас есть Два стаканчика Вот таких вот Надо его собрать Иначе он херакнется Он вообще не стоит Без этой Без скорлупы Два стаканчика Под аккумуляторы 18 650 И вот в этом вот Моменте Я абсолютно Не понимаю Смысла Использования Типа Крохшечных Аккумуляторов Ну типа У тебя такая Огромная Бандурина Пускай она работает На огромных Аккумуляторах Типа И автономности Больше И в принципе Типа Это логичней Это каждый раз Происходит Когда Типа Есть вот Типа Бокс-моды На аккумуляторе 21700 Типа Вот такие вот Он кстати Меньше него Обрати внимание А тут аккумуляторы 21700 Высокотоковые Высокоемкие Здесь 26650 Но я не доверяю Ни их току Ни их емкости Но они в любом случае Были как бы Автономнее Чем аккумуляторы 18650 Нет никакого смысла Использовать маленькие Аккумуляторы В большом устройстве Вот к чему я веду Эту мысль Если у тебя девайс На 21700 Используй аккумуляторы 21700 Если у тебя девайс На 26650 Будь добр Использовать 26650 Чудесная скороговорка Седьмой осет Конечно же Автономность Да То есть Ты можешь накрутить Сюда Маленький бачочек МТЛ И какой-нибудь На 2 мл И просто Ходить и угорать Что у тебя Такой здоровенный девайс Такая И такая Крочная штука На него накручена Конечно Как я про это Вообще не подумал Надо было Вот так Обзор снимать Миша Ну ты че Весь прикол Испортил Я сейчас заново Буду обзор Переснимать Ну ладно Уже не буду У меня же есть Дрипка На 14 мм Она вот сейчас В этом формате Выглядит так же Вот абсолютно Как будто Это не дрипка Это просто Дриптип Из корпуса Торчит Просто посмотри Дрипочка А какой у нее Сопрот 29 Ну давайте Чуть поменьше Хотя бы Чтобы не сжечь Интересно Там что-то живо Еще нет Да Смотри-ка ты Там койлечек Внутри И он что-то Как будто бы Маленечко Подразгорается Даже чуть-чуть Вот Вот он Как бы В чем прикол Ну типа Автономная штука Понятное дело Что аккумуляторы 26650 Будут более Автономными В работе На низких Мощностях То есть Ты там Выставил Какие-нибудь Там 18 ват И будешь Просто керогазить Не знаю Сколько он там Выдает 5 6 7 ампер Всего лишь Там я не знаю Наверное Вамперов 5-4 Что-нибудь такое На сопротивлении Там 07-08 Что-нибудь Какое-нибудь Вот такое И все это будет У тебя замечательно И очень долго работать Ну естественно Так как это старый девайс И раз уж я взялся За лойсы Хотя можно было Этого и не делать Есть конечно же Минусы к этому устройству И минусы Что самое главное Они не относятся К тому То что этот девайс Старый Нет Это его минусы Которые были Тогда еще Когда этот девайс Только вышел Когда он был Новым Свежим Молодежным Самым лучшим На свете Во-первых Это вот эта история Качество сборки Кнопочки Вот эти вот Дребезжат Звенят Кнопка Fire Тоже вот дребезжит Но самое главное Это вот эта история То есть Скорлупа Безбожно Вот так вот Шатается здесь И здесь я тебе по-моему Должен был сказать Про это в приближенном рассмотрении То что на вот эти вот места Делали специальные нашлепки Несколько слоев изоленты Для того чтобы он у тебя Просто плотнее заходил И вот это вот все Болтание В этот момент Пропадало и исчезало Можно было своими руками допилить И раньше люди с удовольствием Все своими руками делали И допиливали Но самый негативный момент В этом устройстве Это протечки Как ни странно То есть Это как бы И не касается В какой-то степени Этого устройства Но в первую очередь Это его и касается При накрутке сюда Каких-нибудь замечательных Дрипок Кеннеди Релот Или какого-нибудь бачка Который с нижним обдувом И ты его херово намотал Жидкость вытекает Вот сюда на площадку С этой площадки Она стекает по экрану И вот здесь вот Где кнопочки Здесь у нас есть Замечательные щели В которые жидкость Потихоньку Помаленьку Начинала попадать А так как у нас Девайс сделан По принципу того Что внизу нет Абсолютно ни хера И вся основная часть У нас вот здесь Наверху То есть все мозги Вся плата Вот здесь вот Плата эта Заливалась Просто будь здоров И из-за этого Большинство этих устройств Просто пришли Непригодность Как-то не знаю Допиливалось Это не допиливалось Ставили тут люди Сами какие-то Уплотнители резинки Или просто пытались Максимально следить За своим девайсом Чтобы он у тебя Нигде не просался Не обоссался Но любые протечки Наверху этого устройства Они очень сильно Ему вредили В прямом смысле Этого слова Жидкость затекала На плату Плата не была Никакая Ни лаком Ни залитая Ни влагозащищенная Ничего такое Просто голая хирушка На которой у нас Понаприпаянная Всякая разная Жидкость попадала туда Естественно Что-то где-то Замыкало Девайс начинал Либо постоянно Заряжаться То есть как будто бы Он постоянно В зарядке находится Либо еще какую-нибудь Херню Либо просто он Типа умирал Какой-то чип Перегорал И этот девайс Просто самоуничтожался После каких-либо Протечек Это вот его Самый главный Самый неприятный Самый противный Минус этого устройства А так Почему нет Когда да Просто такая вот Здоровенная Бандурина Из эры Гигантизма Назовем это Таким образом На этом у меня все Да Можно заканчивать Вот собственно говоря И все что я хотел бы сказать По поводу данного Огромного Боксмодища Я хотел бы сказать Большое спасибо Илюхе конечно же За предоставленный мне Девайс на обзор За какие-то такие Легкие Приятные воспоминания В очередной раз По вот этой вот Культуре Когда она была Культурой Когда мы все были Культурными людьми Да Скажем вот так Когда мы приобщались К этой культуре Когда мы развивали Эту культуру И культура Которая просто Канула в небытие Скажем вот так Остались конечно Какие-то там Самородки Скажем так Типа люди Которые продолжают Типа всем этим делом Заниматься Им я тоже Неистово респектую Ну и тебе Как бы Илья Большое спасибо Ильи Как я тебе сказал Есть своя телега Где он типа Ищет Находит Аукционирует Подобные Вот эти Древнеримские Древнегреческие Всякие разные Устройства Что-то вот Из эры Тех самых Инков Какого-то вот такого Да Тебя друг Конечно же Как всегда Прошу подписаться На мой телеграм-канал Который называется Миша Коробка В нем также Выходят мои видео обзоры Еще там есть ламповый чат Для отдельного общения Еще я там записываю кружочки Если тебе подобное интересно Подписывайся конечно же На мою телегу Также с моей собственной продуктой В данном видео Это будет линейка жидкости Монах Выпущенная в 6 вкусах Наша кисленькая линейка Монах Шок Вот так она называется Также линейка жидкости Мишка Хаски Выпущенная в 12 вкусах Это фруктово-ягодно-мятная линейка Обе эти линейки 50 на 50 Для тугой затяжки МТЛ Или же подсистем Ну или же Маломощных устройств Ну и теперь абсолютно точно все Да Давай прощаться Если ты впервые оказался На моем канале И ты не знаешь что я такой Меня зовут Миша Приятно познакомиться И добро пожаловать В мою коробку Но если вдруг мы с тобой Давным-давно знакомы И ты все это прекрасно знаешь То просто-напросто Пока Спасибо огромное за просмотр Счастья Здоровья Благополучия Земляделия Плодородия Всего самого наилучшего Тебе желаю Пока Думайте сами Решайте сами Иметь или не иметь Иметь или не иметь Вот, все Ты заходи Если что Следи за собой Будь осторожен Следи за собой Субтитры создавал DimaTorzok